Сегодня мы рассмотрим кратко одного фигуранта дела, что нам поможет, во-первых, подтверждение опять матрицы Пифагора, во-вторых, разобраться вот в этой криминальной обстановке, которая творится в стране, и как сортировать нам этих фигурантов всяких дел, которые друг друга оговаривают, подставляют и так далее и тому подобное. Очень много сейчас коррупционных схем раскрыто и находится много людей под следствием. Интересно их матрицы смотреть, тех людей, конечно, дата рождения которых известна. Мы знаем, что разворачивается дело Черкалина. Черкалин, мы знаем, что это полковник ФСБ, у которого обнаружили тоже огромные суммы денег, так же, как у другого полковника ФСБ. И этот Черкалин тоже необъятными суммами владел, и сейчас он дал показания, что где-то летом он дал показания, что это деньги не его, а принадлежат они замруководителю агентства страхования вкладов. И получено они каким путем, что когда банки-то они начинают исследоваться на предмет их состоятельности и санации, то здесь им предлагали такую схему, что вот 200 миллионов долларов перечислите нам туда-то и мы тогда позволим вам миллиард перевести за границу. То есть вот эта отмывка денег, ворованных денег банками, и банкротство фактически, фиктивные банкротство этих банков, оно вызвано тем, что бенефициары этих банков переводили все наличку, все переводили за границу. Так, например, вот укладчиком я был с промостройбанки, но это правда давно, небольшая сумма там была. И вот, значит, промостройбанк, это там же тоже, там все вывели и в конечном счете все вклады, они исчезли. Почему? Потому что хозяева банка, сам хозяин банка уехал за границу и увез за собой всю эту сумму, которая была там в банке, он ее перевел. Все перевел за границу. Так же вот и все вклады. Ну, ему позволили, кто это сделал. Вот эти вот ребята, которые, черкалины, которые, конечно, на Лубянке. Без них ничего не происходит. Ну, вот этот черкалин, значит, он сказал, что это не мои деньги, то есть не мои только взятки, а большая часть из этих 12 миллиардов там принадлежит некому Мирошникову, который был замруководителем этой АСБ, агентства страхования и вкладов. То есть попытка, как говорится, перевести стрелки на на крайне, нашли крайне у этого Мирошникова. Хотя мы знаем, что силовики всегда с ружьями, так то он направлен Мирошникову, он же не с ружьем, а с ружьем черкалин. Но чтобы вот найти козла отпущения, они на Мирошникова вот этого козлом отпущения, хотят его сделать, но крайним. Не козлом отпущения, а крайним. Ну, одновременно на него показывают и банкиры, другие тоже, на Мирошникова показывают банкиры. Пугачёв, в частности, находящийся в бегах, он, оказывается, на Мирошникова на этого, по поводу этих коррупционных схем, эффективных банкротств, банков, он писал письмо лично нашему гаранту еще в 2014 году. Ну, ответа никакого не было, Пугачёв так за границей и сидит. Кстати, после ареста черкали на Мирошников сразу прощутил это дело, если не ослачало отпуск в Австралию, а потом на лечение якобы в Германию, там плечо теннисиста лечит, оказывается, теннисисты мажут, и у них плечо болит. Бедный, это Мария Шарапова, да? Вот этот Мирошников, спасибо, Мария Шарапова, лечит там плечо теннисиста в Германии сейчас, но не собирается ни на допросы, хотя он в качестве свидетеля привлечен к этому делу Черкалина. Ну, очевидно, что Одесса Страва и Слава, вкладов это то, как раз злачное такое место, где обогатился, наверное, не один, не один Черкалин и не вот этот вот еще подполковник там был ФСБ, а там и более высшей чины в это дело вовлечены, но не хотят это вот раскручивать по линии ФСБ, а хотят по линии АСВ, чтобы вывести на СВ. Но АСВ тоже опасно, потому что там у этого Мирошников огромные связи и затронет тогда Набиулию, а Набиулию это международный скандал. Поэтому вот уже не знают они эти Черкалины, как они отмазаться, как отмазать им, концы обрубить, как говорится дальше, чтобы следствие не шло. Ну, а если дальше будет оно развиваться, допустим, там выйдет на схемы это на Бортикова, на его детей, то, конечно, тут уже Черкалину в тюрьме несколько часов останется жить, и дальше уже Черкалина не будет, и, возможно, за границей Мирошникова не будет, и все это будет дело покрыто мраком, как этот прокурор Илюхин, да? Вот таким образом, то есть дело хотят вот на Мирошников ограничить, но мы разбираемся здесь в чем. Как вот человека Мирошников, Валерия Александровича теска, да, попал в эту самую, как кур в ощупь-то, год петуха родился, и он как суп из петуха-то хотят из него сварить. Хотя он вовремя, как говорится, смылся, главная в его профессии, ровно во время смыться, и в этом смысле его повезло. В общем, мы посмотрим матрицу, конечно, Мирошникову, потому что удалось найти, редко то, что удается для таких людей день рождения найти. Вот 69-й год, год петушка Мирошников. Бывший замглавы, он сейчас уволился по собственному желанию АСВ. Фигурант Дела Черкалина. Работал в АСВ около 20 лет. Ну, с учетом в Центробанке он еще работал с 1994 года. Смотрите, какая колоссальная сумма. Ну, тут это крупный руководитель, крупный. Ну, правда, год петуха это фанфаронство не дало ему развернуться. Плюс, вот что самое важное, видите, влияние непорядочных людей, плюс неправильная ориентация в профессии. Опять мы видим те двойки. Видите, двойки. А по семье у него, ну, все прекрасно. У него действительно семья, все четыре, все там и дети. Он за собой их всех прихватил, не оставил здесь их. И цели он ставит высокий, привычек у него много, и духовность хорошая. Ну, вот деньги хапком. Да, деньги он хапком. Как скосит кусок, так и переведет за границу. Деньги зарабатывает хапком в импульсном режиме. Хорошая матрица, в общем-то, особенно сумма четыре и плюс критик. Вот так он критик. Ну, ему палец в рот не клади, конечно. Много человек положительных, у этих рожденных в год петуха. Они любят коллектив, особенно женский коллектив. Они любят вот в банках, в АСВ, там одни женщины работают. Вот он любит путешествия, эти командировки. Вот сейчас тоже в путешествии. Но вот эти две восьмерки, влияния непорядочных людей. То есть он очень такой друг, очень хороший друг. И у него самая запредельная величина оценки его верности в дружбе, в любви, там во всем. Поэтому, видимо, он там и подвязался в этих высших сферах. Не в своих. Это его финансовая сфера, это не его. Но тем не менее, вот он попал как кур в ощупь именно за того, что он неправильно выбрал профессию. И с другой стороны, мы как вот, будучи, допустим, какой-то следователем, вот они, следователи, они должны это учитывать. Вот если имеются люди такие, злыми, восьмерками, и они занимают где-то ответственные посты, то около них, около них всегда имеются люди непорядочные, которые ими руководят и через них делают свои грязные дела. Поэтому, если увидим такого человека с двумя восьмерками, то, значит, за спиной его стоит кто-то, кто им манипулирует. Ну, в частности, вот им силовики. У него огромные связи были в силовых структурах и в судебных органах тоже. У Мирошникова, значит, такие связи есть. Вот. Что надо сказать, что по делу Пугачева видно, что, как они прессовали Пугачева и его фиктивно обанкротили, все у него хозяйства все забрали это, все его богатства, как говорится, забрали. У него там и банк был, и чего-то еще, и какие-то предприятия. И все, Пугачев почти голову его туда забрали. И там его продолжали преследовать, и люди Мирошникова, которые связаны с Мирошниковым тоже, сотрудники АСВ, некто Башмаков с Дунаевым, Миша Башмаков и Шурик Дунаев, они прессовали вот этого Пугачева-миллиардера где-то там на яхте за границей, там переведите 230 миллионов долларов, и все. А иначе мы тебе палец твоего сына пришлем на эту яхту. Вот такие дела. То есть связь, конечно, с ФСБ, но тут они перебоют стрелки вот на этого человека, который-то, в общем-то, это верный их друг был и верный товарищ, но когда уже, как говорится, хата горит, надо подставлять кого-то, делать виновным крайне мы. Тут уже не смотришь, какой человек, друг, не друг. Мы видим, да, протокол первый. Тут уже никакое, любое предательство, все допустимо. Вот таким образом, значит, характеристика полностью хорошая, но только вот он попал, ну не туда, вот это финансы не его, а вот медицина была бы его. Хотя тоже условно, может быть там где-то, потому что у него тройка всего одна, к науке не способна, логики нету, вот он попал, так как кормочек пятерки нету, так бы он, может, сообразил кое-что, но не смог. Вот такие дела, такая матрица, и мы должны это учитывать. У нашей криминалистики Пифагора, и уже много таких встречается, что вот с двумя восьмерками, и они попадают там, вот в эти криминальные схемы. Нельзя сказать, что он там пассивно вел работу, потому что если бы пассивно, он бы за границу не уехал, а так бы на нар где-нибудь и сидел, давал показания. Ну, видимо, талант-то большой, вот петушиный такой талант, по зернышку клюет-клюет, и все такое прочее. Ну, вот сейчас интересно будет развиваться, как события вокруг него, и сделают ли его краним, и на кого он дальше выведет. Эту кривую, куда она пойдет. Но, по всяком случае, мы сейчас видим, что удар по коррупции, он именовал и нашу вот эту святыню святых, в белых перчатках, эту цитадель Феликса Эдмундовича Жординского, портреты которого висят, скажем, в кабунете, вот и на Лубянке. Так что коррупционная схема туда дошла. И вот эта вся наркомафия, наркотравьки, все, она в конечном счете приведет туда. Вот два крупнейших завода раскрыли тоже, одни же тоже в конечном счете приведут туда, в эту контору. Всего доброго, до новых встреч!